Ну а более тысячи казахстанских школ получили доступ к системе электронного обучения Елёнинг. Программу внедряют не только в городских, но и сельских учебных заведениях. К примеру, она позволила повысить уровень успеваемости учеников в поселке Акмол Акмолинской области. Благодаря системе электронного обучения родители теперь могут следить за успеваемостью своих учащихся в интернете. Можно просматривать текущие оценки учеников, расписание уроков, а также домашнее задание. Международный опыт показывает, что электронное обучение повышает успеваемость учащихся на 15-20%. Махаббат Ирешева готовится к сдаче ЕНТ. Отличница признаёт, некоторые предметы ей раньше не удавались. Но сейчас благодаря электронным ресурсам можно легко подготовиться. Тестовые задания есть в интернете. Помогает портал. Заходим, смотрим. У нас там есть тестники. Там тоже делаем домашнее задание. Иногда бывает, что друг друга смотрим, какие оценки и сравниваем, у кого хорошие оценки. Электронное обучение помогает и родителям, особенно ребят помладше. У Венеры Аспановой сын учится во втором классе. Каждый вечер она проверяет не только обычный дневник сына, но и электронный. У нас времени очень мало, чтобы каждый день ходить в школу и спрашивать у учителей, какая успеваемость у ребёнка и какие оценки он получал. Поэтому вечером, когда у нас времени есть, мы можем зайти на этот портал и увидеть оценки детей, успеваемость. В других странах с внедрением электронного обучения успеваемость учеников повысилась. В Казахстане используют опыт Южной Кореи, Сингапура и Малайзии. На примере прошлого учебного года я хочу вам сказать, что ежечетвертно, работая в режиме электронного обучения, используя компьютерные технологии, учителям на уроки и возможности, допустим, таких мультимедийных кабинетов, интерактивных досок, учащимися в нашей школе, качество знаний немного повысилось. Я могу отметить эту положительную динамику. Это на самом деле так. В селе Акмол благодаря электронному обучению появилось 30 новых компьютеров. По словам Забыча, главное преимущество программы в том, что она постепенно повышает компьютерную грамотность и учеников, и учителей. Мадина Алданова, Ерлана Наурозбаев, Акмолинская область.